МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. Здравствуйте. Вчера хорошего был воскресный день. Много солнца было. Я знаю, что многие мои знакомые провели вчера хорошее на природе. Я тоже был много на солнце. Надеюсь, и вы тоже пользуетесь последними уходящими... Называется это лето бабья, да? В Америке это связано с индейцами летом. Так что я желаю вам, чтобы все последующие теплые и хорошие дни вы провели на воздухе. И помните об этом. Потому что понедельник, когда начинается, то мы сразу с вами вступаем в трудовую такую деятельность. Что-то надо успеть, какие-то планы мы с травами строим. Вы же помните, понедельник – это символ начала. Символ всего того, что мы с вами намечаем. Но мы стараемся и поддерживать наши хорошие отношения с нашими друзьями, которые гостями, которые были у нас и два года, и три года, и пять лет тому назад. Особенно, когда у наших гостей происходят хорошие, интересные события. Вот как раз тот самый случай. Иосиф Рабкин позвонил мне и сказал, «Борис, я стал академиком». Ну, как может наша передача «Контакт по понедельникам» не обрадоваться, не пригласить своего, в общем-то, очень интересного и запоминающегося гостя? Я думаю, что вам тоже будет интересно встретиться опять с Иосифом Рабкиным. Последний раз вы были у нас когда, Иосиф? Лет? Три года тому назад. Три года тому назад. Ну, прекрасно. Хорошо вот так, за три года стать академиком, потом следующие. А следующие три года кем вы станете? Следующие? Какие у вас планы? В понедельник, какие у вас планы кем стать через три года? Ну, планы вообще прогнозировать трудно в жизни, это нехороший признак. Не надо прогнозировать? Не надо, очень далеко прогнозировать нельзя. Чем отличается пессимист от... От оптимиста? От оптимиста взглядом на жизнь, сроками на жизнь. Пессимист смотрит далеко, а оптимист смотрит не очень далеко. Очень интересная точка зрения. Ну вот, у меня написано, что Рабкин Иосиф Ефимович, известный ученый, врач, член, корреспондент Российской Академии Медицинской НОЮК, действительный член медико-технической Академии России, лариат государственной премии, один из создателей нового направления в медицине, интервенционной кардиологии и радиологии. Я правильно говорю? Все правильно. Мы поговорим еще о вас, но вначале я хотел бы, чтобы вы передали привет от вашего клуба. Я знаю, что в Бостоне прекрасный клуб русско... ученых или русскоязычных ученых? Русскоязычных ученых. А почему русскоязычные? А что, есть китайскоязычные, англоязычные? Может быть и есть русскоязычные, да, к сожалению. Клуб ученых. К сожалению, происходит вот так, дифференцировка все-таки по языку. И это, скажите, это как много людей в этом клубе, я знаю, встречается, заседает? Да, это очень интересный клуб, которому исполнилось 13 лет, своеобразный юбилей. Но совпало это событие также с более значительным событием президенту клуба, исполнилось 90 лет. Ну так у вас там, наверное, хорошая среда для того, чтобы люди жили долго и творили, да? Среда прекрасная. И это благодаря вот такому коллективу, благодаря президенту, который создал вот этот коллектив, собрал этих разных ликих, можно сказать, не совсем управляемых. Ученые не очень, в общем-то, хорошие, приживаются друг с другом. Они, в общем-то, мне кажется, они немножко конфликтные, они каждые индивидуали. Они эгоистичные, они малоуправляемые. Как же господин Цалюк вам не управляет? Так вот, это и большое, так сказать, искусство. Я назвал это специальной наукой, которая может объединить таких вот ученых. Я назвал это цалюкология. Цалюкология. Давайте, у нас есть вот первая фотография. Покажите, пожалуйста, нашего руководителя. Вот, пожалуйста. Итак, его зовут Марк Яковлевич, да? Марк Яковлевич, я надеюсь, вы сейчас смотрите нашу передачу. Я хочу от имени программы «Контакт по понедельникам» поздравить вас с 90-летием. Ну, прекрасный возраст. Да, возраст прекрасный, тем более, что он вообще очень творческий человек. Он делает часовой доклад без всякой записи, без всяких шпаргалок, так сказать. Наш человек. Да, человек, который умеет управлять, это очень важно, так сказать. Для клуба вашего. А сколько всего человек? Всего в этом клубе 100 человек. Причем там много есть довольно известных ученых. Валентин Михайлович Литвин. Это прекрасный международник, экономист. Он здесь работал. Это, ну, я бы сказал, мозг нашего клуба. Анатолий Дорон – это прекрасный ракетостроитель. Один из создателей ракет, между прочим. Какие силы в Бостоне собрались? Награжденный орденом Ленина. А почему в Бостоне именно все это собирается? Ну, Бостон… Нет, это штат Массачусетс, это всего штата. Кстати, рассказать, в нашем клубе есть филиалы в Канаде, в Израиле, в Германии. То есть он выходит за пределы, имеет свой веб-сайт, то есть выпускает сборники. Ах, хорошо, а вот если, например, кто-нибудь живет, я не знаю, в Вирджинии, он может каким-то образом стать членом клуба или контачить? Да, конечно, у нас двери открыты, все могут принимать участие. А как называется веб-сайт вашего клуба? Веб-сайт, ну, я отдельно сообщу. Хорошо. Да. Значит… Там много очень интересных ученых, причем… Академиков много там? Ну, академики ведь, понимаете, что такое академик? Сейчас произошла девальвация академиков. Для того, чтобы стать… Как, как, девальвация? Господи, в России сейчас академик естественных наук, искусственных наук, собаководства. Но, с другой стороны, одну секундочку. И в метро можно купить диплом академии. Одну секундочку, одну секундочку. Да. Вы, мне кажется, сами пилите сук, на котором вы сидите. Почему? Вы тоже академик? Я тоже академик, но есть государственные академики, такие официально признанные. Академия медицинских наук, академия педагогических наук, академия сельскохозяйственных наук, ветеринарных наук. То есть там без дураков, там действительно все как бы серьезно. Это академия, которые выбирают на конкурсной основе. Это не просто звание академика, которым можно в метро купить диплом. А звание академика многому обязывает. Что такое академия? Академия и академик – это человек, который создает фундаментальные труды. Это поисковые исследования. Это не просто творческий труд. Он создает что-то новое, принципиально новое. И в этом отличие академического. Скажите, пожалуйста, вот вы человек, ну скажем так, еврейской национальности. И сегодня это имеет значение, когда выбирают в академике? И насколько это имело значение, когда вы стали член-корреспондентом медицинских? Я должен сказать, что, конечно, когда я стал член-корреспондентом, тогда евреев вообще почти не избирали. И я стал член-корреспондентом только потому, что я до этого стал почетным членом британского королевского общества. Мне присвоили это звание за мое изобретение. Изобретение «Стенд Рапкина», как он назывался. А что, сейчас он по-другому называется? Ну, сейчас много генераций этих стендов. Сейчас есть стенды из золота, из платины, из стали. Давайте в двух словах я помню пример. Ну, давайте напомним нашим телезрителям, о каком стенде, о чем идет речь. Сейчас говор идет о… Пожалуйста, вы лучше… В то время у меня возникла мысль, как ввести в сосуд опору, опору, которая бы становилась в упор сосуда, не давала бы суживаться этому сосуду, атеросклеротическим массам закупорить этот сосуд. Мы вот говорим о голодающих народах, а я волнуюсь за голодающие ткани, голодающие ткани, которые помирают, ткани сердца, мозга, конечностей. Они отмирают из-за того, что к ним не доходит питание. Да, именно, не доходит. И вот возникла идея, а как сделать эту опору? И я однажды был в метро и думаю, а почему вот есть опора в метро, которая не дает возможность завалиться этой земле? Есть же опора, которая удерживает… Я тоже иногда вижу и тоже иногда думал, но у меня в голову не пришло, что это связано с артерией. Да, так вот иногда такие, знаете, ассоциации имеют значение. Да, это хорошо, но я много лет работал с хирургами, я видел, как хирурги разрезают и вставляют опору. А как это сделать так, чтобы не резать, а просто через укол, через пункцию артерии или вены ввести такой? Надо было создать металл, который обладал эффектом памяти формы, который при охлаждении вытягивался в ниточку, а затем, будучи введенный в организм при температуре тела, он приобретал бы свою форму, память, он вспоминал. Это у человека может быть склероз, а у металла склероза не бывает. Он вспоминает свою форму эллипса, спирали, и он заворачивается в спираль и становится в упор. Через пару недель он обрастает тканями, и его найти практически невозможно. Это были первые эксперименты в 83-м году, а в 84-м году впервые в мировой клинической практике мне удалось это имплантировать человеку. Надо сказать, что вот и приоритеты. Они бывают приоритеты, ну, союзного значения. Приоритет для Америки, приоритет для России, но есть приоритеты мирового значения, мирового плана. Так вот, создание такого металла, который был бы биосовместим с тканями организма, который не отторгался бы. Скажите, тогда это было, ну, как бы, открытие, да? А как это выглядит сегодня? Сегодня это уже много используется, сегодня это уже, как бы, само собой разумеется, или это все-таки еще новинка? Да, нет. Сегодня вот стоит начать. А тогда мне говорили, что ты делаешь? Что ты металл всаживаешь в сосуд, в организм? Ты понимаешь, ты потеряешь вообще все свои звания и функции врача. Это нельзя делать. Это металл. Но это металл, он биологически совместим. Это специально создавался такой сплав. Вот такой сплав, который оказался биологически очень схожий с организмом. Поэтому был также открыт, по существу открыто новое направление биометаллургии. Казалось бы, что общее? Биология живая и металлургия мертвая. Где этот мостик между живым и мертвым? Так вот, этот мостик был создан. И сейчас созданы кафедры, институты, целое направление биометаллургии совместимой. Интересный металл, который я, например, предложил. А что если сделать кузов машины из нити нового? Ты попал в аварию, погнул себе крыло, а затем чуточку подогрел, и он выправился. Сейчас созданы специальные рубашки, где вплетено нить не тянуло. Ты ее постирал, а потом одел при температуре тело, и оно опять выглажено. Смотрите, у меня рубашка, которая не гладится, специальная. Вы считаете, что тут я весь... Нет, это не синтетика. Не синтетика? Нет, это чистый хлопок. Так вы хотите сказать, что здесь есть нити? Думаю, что нет, потому что нити – это новое. Мало этого, сейчас додумались до того, ну, есть специальный нитинол, который исправляет зубы, который применяется при протезировании тазобедренного сустава, но есть нитинол, так называемый умный лифчик. Лифчик, женский лифчик. Вплетаются вот эти вот нитиноловые нити, теплочувствительные. Если женщина имеет эмоциональность, и ей нравится мужчина, поднимается немножко температура, и грудь приподнимается кверху. Вот почему. Вы представляете, как женщины, они станут еще более обаятельными. А более обаятельными. Это будет очень тяжело, нам будет устоять очень сложно. А мной был предложен при импотенции специальный нитинол, пластиночка, которая сшивается в соответствующий орган, и чуточку при нагреве он приобретает другую функцию. Так что... Вам надо не только академиком быть. Мне кажется, человечество должно вам быть благодарное. Но ведь дело в том, что, понимаете, все сложное, но все просто. Вот оно, казалось бы, понимаете, все сложно, да? А по существу это, в общем, оказалось применимо во многих сферах. Ну, сейчас применяется, сейчас только в одной Америке. Ежегодно производится полтора миллиона стентирований коронарных, только коронарных сосудов. Полтора миллиона. Вы представляете? Это полтора миллиона спасенных людей. Что? Спасенных полтора миллиона людей. Спасенных по-настоящему? У меня есть друг здесь в Коннектикости, кстати, Рабая. Мне неудобно называть, ученый, скоро выйдет его книга. 15 стендов у него он стоит. В коронарных сосудах 15 стендов. Вы можете представить? Это по существу, так сказать, армированные сосуды. А сколько сосудов армируется на шее, сосудов армируется в почечных сосудах. Понятно. Хорошо, скажите, я помню, что когда мы виделись вот три года тому назад, одна из главных, так сказать, тезисов вашей была, что жизнь прекрасна. Что вам нравится жить, что вам нравится, как бы, поддерживать тонус своего организма. Вы прекрасно выглядите. Мы можем сказать нашим телезрителям ваш возраст, что вам уже больше 60, 50, 40. Поднимайтесь выше. Вы хотите сказать, сколько вам лет? Ну, я должен сказать, что мы действительно, когда расстались, мы сказали последние слова. Жизнь прекрасна. Но я должен сказать и добавить, что к годам надо добавить жизнь. Не годы к жизни, а жизнь к годам. Жизнь к годам. Жизнь к годам. Вам может быть 80, но вы имеете совсем другой стимул. У каждого человека есть биологический возраст, есть функциональный возраст и есть паспортный возраст. Это не соответствует. Человеку может быть 80 лет, а он выглядит иначе. Вот вам, я знаю, более 80 лет, правильно? Да. И вы выглядите действительно намного моложе своего возраста. Что вы для этого делаете? Ну, я понимаю, что вы можете спокойно изобрести любую проволочку и поднять себя как угодно. Но это шутки. А на самом деле, каким образом вы себя в форме держите? Такой, что вы продолжаете научную деятельность, физическую. И вы сами приехали из Бостона за рулем, спокойно, приехали в Нью-Йорк, поставили машину, пошли погуляли. Пришли сейчас на передачу, после которой вы возвращаетесь в Бостон. Сами, все сами. Как вам удается самому свою жизнь держать вот так? Вы знаете, есть много секретов. Но один секрет я должен выдать. У меня есть прекрасная жена, с которой я в едином браке 63 года. Она со мной следовала в землянке, в армии, в Сибири, в тайге, в Забайкалье. Она всюду была... Она будет, да, конечно. Сейчас глубоко... Но ведь сейчас многие говорят, вот, если бы молодая жена поддерживает. Как вы считаете? Молодая жена, конечно, может стимулировать. Но, как говорят старый друг, лучше новых двух. Знаете, 63 года прожить – это непростая жизнь. Это жена, которая не была, так сказать, ну, я бы сказал, она была красивая. Как зовут вашу жену? Это Маргарита. 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 Она еще интересна тем, что у нее в семье во время войны отечественной погибло 5 человек. Погиб отец, погибло 2 дяди и 2 брата. Вы можете представить? И вот тогда-то мы с ней встретились. И тогда-то мы подружились. Студенческие годы. Но у вас 3 сына, да? У нас нет. У меня трое детей. Один сын и двое детей. Все доктора. Я знаю, что они, да, что они все, как бы, остепененные кандидаты, доктора. Да, да. Все сын. А чем это объясняется? Сын, профит. Они смотрят на вас, смотрят на вас и следуют ваши, я не знаю, традиции? Или они действительно, вот, им нравится заниматься наукой? Ну, прежде всего, конечно, я считаю, что традиции семейные большое значение имеют. Я глубоко убежден, что традиции врача, они имеют, так сказать, свою линию. Так? Они видят, они приходили ко мне в госпиталь, они видели, как я работаю своими руками, как я лечу больных, как я диагностирую. Это все имеет значение. Сын продолжает мое дело. Он профессор Гарвард-университета, интервенционный радиолог. Прямо вот, в прямом смысле продолжение того, что вы говорили. Да, да, в прямом смысле. Он, будучи студентом, участвовал в создании вот этого стенда. Он был студентом пятого курса медицинского института. Как часто вы сегодня обидитесь с вашими детьми, с вашим сыном? Обычно дети в Америке очень занятые люди, и на родителей уже не всегда хватает времени. Я, к сожалению, могу сказать, что Америка отчуждает детей. К сожалению. И не потому, что они перестают любить. Они так заняты, у них нет времени общаться. Вы это понимаете, это прощаете? Я это понимаю, я это ревностно отношусь к этому, я болезненно отношусь к этому. А что можно сделать? А что можно делать? Ничего нельзя делать. Вы выговариваете детям свои... Что? Вы детям выговариваете, ну, свое, как бы, переживание, недовольство. Вы им намекаете на это? Никогда к детям не имею никаких претензий. И никогда не зависели мы от детей. Не дай Бог зависеть от детей. Я говорю, в жизни, в деле надо быть профессионалом, в науке надо заниматься поиском, а от детей мы просим только уважения. В котором часу вы встаете утром? Я встаю в полвосьмого. Во сколько в котором часу вы ложитесь спать? Ложусь в одиннадцать. Но днем обязательно отдых. Обязательно дневной отдых. И советую всем людям днем обязательно прервать день на полчаса. Вы пьете красное вино? Что? Красное вино вы пьете? Я вообще... Сейчас просто стало очень популярно говорить о красном вине, что там прямо все есть компоненты для хорошей жизни. Ну, честно говоря, я свое выпил, как говорят в армии, и все. Сейчас я вообще не любитель. Алкоголя? Не любитель совершенно. Вы пьете кофе, чай? Только чай. Только чай. Как одному сказали, а почему вы не пьете кофе? Он говорит, когда я пью кофе, моя жена плохо спит. Ну, это шутка. Во всяком случае, так сказать, у каждого человека есть свой биоритм. Вы бегаете. Это крайне важно иметь свой биоритм. У каждого человека есть дневной биоритм, недельный, месячный, сезонный, годовой. Вы познали себя, и вы знаете этот свой биоритм? Очень. Очень. На чем я держусь? На этом биоритме. Ритм в жизни – это все. Сбейте эти часы, и вы… Скажите, пожалуйста, секундочку. Вот биоритм. Вы имеете в виду, что вы в одно и то же время ложитесь спать, в одно и то же время едите, в одно и то же время, я не знаю, читаете и так далее, да? Да, да, да. Это неукоснительно. Ну, а если вдруг, мало ли, что вас пригласили в гости, приехали в гости, что-то изменилось, что вы делаете в этой ситуации? Ничего, я стараюсь опять войти в этот ритм. Ну, вот я, слава богу, уехал из Бостона в Нью-Йорк, а потом это уже как-то сбиты часы свои, так? Но все равно я обязан восстановить свой биоритм. Это обязательно, это необходимое дело. Вы занимаетесь спортом, вы бегаете, прыгаете. Да, я в день занимаюсь три часа спортивными, различными. Я хожу быстрым шагом, затем я иду в спортзал, тредмил, лыжи, стандартный велосипед, а днем велосипед вообще по берегу океана, зимою лыжи обязательно. То есть, почему человек стареет? Он теряет мышечную массу. Вместо мышц жиром обрастает. Когда человек теряет мышечную массу, он теряет свой корпус, он теряет свой стиль, он теряет свой статус. Человек должен быть, мышечный каркас должен иметь. Человек стареет тремя, так сказать, выражениями внешне. Первое – портится характер. Ну, это может и в молодости быть. Ну да, ну, у пожилого человека всегда портится характер. Второе – это появляются морщины, которые свидетельствуют о прожитой жизни. И третье – изменяется осанка. Так вот, осанка изменяется за счет того, что теряется мышечный каркас. Вы обязаны поддерживать мышечный каркас? Обязаны. И каждый день – это поднятие тяжести и прочее, прочее. Маленький еще вопрос. А ваша жена занимается спортом? Нет, к сожалению. Как же вы так? Вот, к сожалению, она не очень занимается. И это мой единственный упрек, который к ней… Это единственный недостаток. Да, это единственный недостаток. Ну, вообще, я говорю, для того, чтобы человек интеллектуально работал, надо два фактора. Первое – конечно, IQ. IQ – интеллектуал. То есть, как бы изначальное что-то. Да, но это 20% только. А есть IQ – это эмоциональный коэффициент. У каждого человека должен быть эмоциональный настрой. Но это самонастрой? Или это приобретенный? Я могу сам себя настроить? Я могу сам себе это создать, да? Конечно, конечно. Ведь сейчас появилась такая тенденция к уменьшению интереса к жизни. Вообще, во всех странах. Вы это замечаете? Что? Я замечаю абсолютно у многих людей пониженный интерес к жизни. Почему? А в жизни нужны, я бы сказал, возбуждалки. Понимаете? Стимулы должны быть. Вот я не могу, если у меня нет планов на жизнь, вот если что-то, так сказать, вот стоп. Дальше мне нечего делать. Произойдет деградация. Секундочку. В самом начале передачи мы с вами говорили о планировании. И вы говорили, что загадывать далеко – это не самый лучший вариант. Нет, это далеко. То есть вы себе ставите планы, но недалеко, да? Недалеко, да. Планы не должны быть. Я, например, сейчас за время эмиграции написал три книги. Три книги. Две книги такие, ну типа мемуарных. Одна книга по коронарному стентированию и коронарной дилетации. Это научная книга. Но я знаю, что вы интересуетесь, например, поэтам Пастернаков. Да, кроме всего. И у вас еще и на это хватает времени. И хватает времени на это обязательно. То есть это настолько… но это не называется распыление, это называется, я знаю, многообразие интересов. Как это вы называете? Да, ну принципиально, понимаете, человек должен заниматься одним делом. Я люблю профессионализм. В жизни должен быть профессионализм. Хотя многие говорят, что если заниматься одним и тем же делом, постепенно будет профессиональный идиотизм. Ну это уж крайне. Вы не читаете? Это уж крайне. Но я глубоко убежден, что профессионализм в любом деле – парикмахер, сапожник, портной или врач – профессионализм. Это доминирует в жизни. Хорошо. Рабкин, академик, профессионал. И мы продолжим наш интересный разговор с нашим гостем сразу после рекламы. Клиникс в Чикаго, Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе приглашают вас избавиться от варикозных вен, боли в ногах, отеков и жжения, судорог и усталости. Покрывается медикэр и большинство медицинских страховок. Пенефис блистательной Светланы Партнерской. Впервые с виртуозами Тель-Авива, солистами всемирно известного оркестра Зубина Метой. Первая скрипка мирового турне Мадонны Аркадий Гипс, пианист-легенда Эрик Штейнберг в уникальном еврейском гала-концерте. Плачем кровью, как от смерти. Вам тяжело оплачивать банковскую суду на дом? Внимание, последняя новость. Правительство предоставило дополнительную помощь домовладельцам. Гарантируем вам успех в модификации займов на недвижимость по 3-4% годовых. Наш центр поможет вам сохранить дом из сотни тысяч долларов. Для участия в программе модификации зайдите на веб-сайт и заполните анкету. Успех гарантирован или предоставлены услуги абсолютно бесплатные. Звоните нашим экспертам и они ответят на все ваши вопросы. Я сын папаши Карла Буратино вам расскажу о тех, кого люблю. Про Кагановских Лазаря с Элиной. Я к ним иду всегда, когда скриплю. К ним с Медикером бегает Тортила. И с Медикейдом ходит Дуримар. Их плаза пол Нью-Йорка излечила. Бегут к ним все, кто молод и кто стар. Оушен Медикал Плаза представляет доктора Ирину Плескову. Специалист в области онкологии и гематологии, доктор Плескова занимается всеми видами онкологических заболеваний, проблемами в свертываемости крови, такими заболеваниями крови, как анемия, лейкемия, а также лейкозами и лимфомами. В офисе немедленно предоставляются результаты ультразвуковых и рентгеновских исследований, проводятся анализы крови, биопсия и химиотерапия. Вам нужен высококвалифицированный, ответственный врач. Это доктор Ирина Плескова. Оушен Медикал Плаза – золотой ключик к вашему здоровью. Седьмое чудо света. Так называют пациенты водолечебницу Миракл на западном побережье Флориды, где круглый год лета. Лечиться надо в правильном месте, в нужное время. Водолечебница Миракл – это диагностика, лечение и профилактика многих заболеваний, комфортные условия проживания, трехразовое питание, а также омоложение, здоровление, отдых, развлечение и экскурсии. Наша тактика – профилактика. Будьте здоровы и до скорой встречи, друзья! Легендарный спектакль «Ханума» в Америке. Все звезды на одной сцене. Михаил Державин, Роксана Вабаян, Юлия Рудберг, Дмитрий Харатьян, Людмила Черсина и другие. Спектакль состоится в Нью-Йорке, Бостоне и Вашингтоне. До встречи в Нью-Йорке. USAV. Клиникс в Чикаго, Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе приглашают Вас избавиться от варикозных вен, боли в ногах, отеков и жжения, судорог и усталости. Покрывается медикэр и большинство медицинских страховок. С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». У нас в гостях Йосиф Рабкин, член-корреспондент медицинской академии России, да? Правильно называется? Да. И лауреат государственной премии, и академик, действующий академик, действующий медико-технической академии России. Все правильно. Скажите, пожалуйста, вот вы такой энергичный человек, вы настолько вот, вас вот как будто в вас самом сидит вот эта вот пружинка и та проволочка, о которой вы говорили. И вот сейчас вы здесь. Вы жалеете, что вы уехали? Ну, честно говоря, меня, как говорят, с коня сбили на скаку. Почему? Потому что, понимаете, я рос вместе с ростом моей специальности. Моей специальности 115 лет. Рентгенологии. Я был диагност, рентгенолог. У меня три учителя. Профессор Мишалкин, академик Мишалкин, хирург. Академик Петровский, хирург. Академик Тагер, главный рентгенолог. Вместе с тем тайну своей профессии я сделал сам. Это новая профессия. Рентгенохирургия. Я делал все своими руками. Первые исследования. Почему вы уехали? Почему я уехал? Ну, честно говоря, когда началась эта перестройка, когда всплыли самые темные силы, когда, понимаете, можно сказать, увели мое изобретение. Так? Увели мое изобретение. Просто-напросто. Причем продали, перепродали мой патент и прочее. Наступила катастрофа. Вместе с тем, здесь, в Америке, мне обещали, что мы здесь откроем завод, мы будем продолжать ваш, так сказать, выпуск ваших стендов. И все. И у меня даже специально в книге есть описание и картинка. И они свое слово не сдержали? Да, и все это было плагиат, все это было уверено, все это было перепродано, это целое дело. Скажите, пожалуйста, у вас бывает апатия, депрессия, плохое настроение? Вот вы только что говорили о том, что должны быть возбуждалки. Вы сами их создаете, эти возбуждалки, у себя. Вы сами себе ставите впереди какую-нибудь цель, возбуждалку, и к ней идете. Как это у вас возникает? Да. Честно говоря, конечно, да, это сам. Это все сам. Я бы мог смотреть телевизор, читать журналы, и все, я не могу это. Вот вы меня пригласили, другой бы подумал, слушайте, да в такие годы, на машине, самому ехать в Нью-Йорк, понимаете, выступать, час говорить по телевидению без всякой подготовки. Ну, нам часа мало, я же вижу, что нам мало. Беспром, все, зачем это нужно? А, вы знаете, ну, мне интересно, вы мне интересны, как собеседник, так? Спасибо. Да, мне интересно с вами говорить, мне интересно говорить со зрителями, так? Я люблю, у меня есть дефицит общения, понимаете? Вот я чувствую дефицит общения. А в Москве этого дефицита не было у вас? В Москве не было, я читал лекции, я выступал в Политехническом музее, выходные дни, я выезжал на конгрессы, я и сейчас, я езжу на конгрессы международные, я выступаю на конгрессах с докладами, я выступаю в клубе ученых. Как вы делаете так, чтобы вас не забывали, чтобы вас приглашали, чтобы вы сами о себе напоминаете? Никогда. Нет, нет. И что, они все время все помнят о вас и приглашают? Да, да, меня помнят, меня приглашают активно. Ну, потому что вы, наверное, приезжаете, потому что вы откликаетесь, поэтому они опять и опять к вам возвращаются. Конечно, конечно, мне присылают журналы, британское королевское общество все время приглашает меня, членом которого я являюсь, я езжу здесь, общество интервенционных кардиологов. То есть, кипучая жизнь. Ну, не просто ведь, понимаете, не потому что я живу старым. У меня много новых идей. И вот, казалось бы, новые, новые технологии, нанотехнологии новые. А у меня есть идеи эти. А идеи это самое дорогое. Хорошо, хорошо. Мы точно с вами. Да. Сейчас мы не войдем. Я хотел бы нашим телезрителям показать несколько вещей, которые как бы привели к тому, что у нас на столе есть золотая медаль. Но вначале мы покажем, покажите, пожалуйста, 25 лет мировому приоритету хирург. Хирург, вот на экране как раз. Это юбилейный сотый номер газеты, где написано о вашей работе, да? О вашей работе. И вот благодаря вот этой вашей работе у нас, и мы сейчас вам покажем тоже, вот здесь, и, пожалуйста, более крупно, покажите диплом, 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 Йосиф Ефимович Рабкин. Кстати, то, что вас называют Йосиф Рабкин, а не без отчества, вас не смущает? Вот я вас называю Йосиф Рабкин. Не говорю, я вам не говорю, Йосиф Ефимович. Да, а вы не говорите, во-первых, потому что у меня с отчеством вообще недоразумение. Я десятый в семье, и я единственный почему-то считался Йосиф Хаимович. Йосиф Хаимович. Хотя я был все время Йосиф Ефимович. И вдруг кто-то нашел, что я, в общем, не Ефимович, а Хаимович. Но я Ефимович. Так? Ну, в общем... Это были времена, наверное, когда искали, кто там прячется за теми или иными отчествами и так далее. И вот у меня следующая, следующая интересная такая вещь. Я вам покажу вот в руках, покажите, пожалуйста, более крупно сейчас. Вы увидите, вот это удостоверение и золотая. Скажите, прямо настоящая золотая, да? Да, настоящая медаль... Вы пробовали на зуб, там, без подделки, без куроков. Я, кстати, не очень люблю драгоценности, но золотая медаль, она ценна, потому что это золотая медаль Александра Леонидовича Чижевского. Это совершенно замечательный человек. О, мне тоже хорошо идет, а вам вообще прекрасно. Возьмите, пожалуйста, вас. Скажите, что это за медаль? Александр Леонидович Чижевский. Это совершенно замечательный человек. Кстати сказать, он жил в Калуге и работал вместе с Циолковским. Это один из основателей гелиобиологии. Что это такое? Это влияние солнечной энергии на организм. Метеофизиологическое... А надо, надо, кстати, вот вы говорите, вот я вчера весь день пробил на солнце. Это хорошо? Ну, избыточная солнечная энергия на организм вредна, но влияние солнечной энергии на организм, это еще не очень доказано. Есть же специальные метеотипы, понимаете, которые чувствительность организма зависит от погоды, от солнечной активности. Понимаете? Как говорят у мужчин, тоже бывают критические дни. Понятно. Это тоже зависит от солнечной энергии. Я бы хотел, чтобы... Две вещи, давайте мы попробуем успеть сделать. Первое, я бы хотел показать номер телефона, пожалуйста, на экране. Звоните, уважаемые телезрители. Задавайте вопросы, если у вас есть, или комментируйте, если вы хотите. Поскольку у нас очень интересный гость. Йосиф Ефимович Рабкин. Йосиф Рабкин. Член-корреспондент Академии медицинских наук, академик. А какой, как называется? Медико-техническая академия России. Лауреат государственной премии и много-много-много другого. Звоните. Но вот я хотел бы вас спросить. Мы столько говорим о медицине, о многом всего. Почему вдруг появляется у вас желание писать о Пастернаке? Мы потом... Ну, это новое желание, которое появилось необычно. Понимаете? Пастернак, как говорят, это мгновенный укол счастья и боли. О счастье все знают. В пастернаковском счастье. Его произведение – это счастье для человека. Вы любите его поэзию? Да, я люблю его поэзию. Вы помните те времена, когда Пастернак уходил, как бы, из жизни? Уходил оплеванный, оклеветанный, несчастный, одинокий. Вы помните это время? Я помню прекрасно, потому что я жил в Переделкино, там, где постоянно на даче жил Пастернак. Вы с ним встречались? И вечерами он прогуливался со хлопком, с другими режиссерами. И я-то в то время был маленький человек. Я, конечно, видел его, наблюдал. Он, кстати, похрамывал. У него была быстрая... Он же... У него одна нога была, короче, другой. У него в детстве был перелом, он с лошади упал, так. И он шел, у него такая немужская походка. Он так быстро-быстро-быстро ходил. Я за ним много наблюдал. А потом мой учитель, профессор Тагер, с ним одно время был близок, а потом они как-то разошлись в мировоззрении другие. Так вот, я хотел... Почему вы вернулись сейчас? Это было боль, которую причинил, причинил еврейскому народу Пастернак. Почему Пастернак считал свое еврейство биологической случайностью, которая осложнила его нравственные и духовные интересы? И вы нашли ответ? Да, ну, я нашел ответ, я искал ответ, понимаете? Я искал, я очень много вникал в образ этого человека. Ну, как можно отказаться, скажите, от своих генов? Как можно отказаться от своих, так сказать, своей подноготной? Ну, хорошо, ты не хочешь быть евреем, ну, не приставай. Не будем. Ну, а зачем он писал своему двоюродному брату, что мое рождение вот еврея – это какая-то случайность, это какая-то ошибка, так? Я ведь с этой отметиной вообще не могу жить. Хорошо, давайте вот на это мгновение мы приостановимся. С этой отметиной я не могу жить. Да, это важно. У нас есть несколько звонков, хотя бы парочку мы с вами возьмем. Из Канады, например, далекая Канада. Люба, здравствуйте, вы с нами в студии. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы меня слышите? Да, да, прекрасно. Меня зовут Люба, я живу в Китченере, это город близко к Торонто, около Торонто. Значит, я работаю уже 20 лет медсестрой, я приехала из Донецка, родом из Коснодара. А вот у меня вопрос к вам такой. Вот вы говорите о ваших стентах, что это спасает людей, но ведь мы знаем, что это не решает проблему, ведь люди идут опять и опять на эти ангиопластики и опять ставят стенты. Понятно. Хорошо, Люба. Хорошо. Спасибо за звонок. У меня была книга, которая называется «Чай на стаде». Понятно, понятно. Хорошо. Значит, суть такова, интересует ее вопрос. Вот вы говорите о том, что вот это открытие, это помогает, спасся, но люди, которые ставят стенды, они опять возвращаются и опять ставят новые стенды, и опять, то есть это не решение вопроса навсегда. У вас есть короткий ответ? У нас очень мало времени. Ну, понятно. Конечно, это не навсегда, но дело в том, что этот стенд, который устанавливается, если человек поддерживает хорошо кровообращение, и если у него идет хороший кровоток... То есть, если он продолжает все-таки сам за собой следить? Да, конечно. Он продолжает принимать антиагреганты, чтобы снизить, свертывая систему крови. Он поддерживает кровоток хороший для того, чтобы, так сказать, не было замедления кровотока и возникновения... Ну, скажем так, пружинка – это помощь человеку, который желает себя держать в форме. Конечно. Но будущее принадлежит, конечно, веществам, которые растворят эти атеросклеротические... Понятно. Город Бостон. Виктор, здравствуйте, Бостон. Алло. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Борис и Иосиф. У меня к Иосифу один вопрос. Пожалуйста, говорите. Я думаю, что это не будет новостью для Иосифа. Конечно, честь и хвала ему за такой труд в отношении стентирования. Иосиф, скажите, пожалуйста, вы, наверное, знакомы, безусловно, с системой дыхания Константина Павловича Бутейко, который умер три года назад или четыре. Он вылечил... У него есть большие труды и книга о том, как он вылечивал посредством дыхания, правильного дыхания, тысячи и десятки тысяч людей. И среди них было очень много знаменитостей. Что вы можете сказать об этой системе дыхания, которая освобождала артерии, и не надо было людям ставить стенты? Спасибо большое. Понятно, Виктор, спасибо. Бутейко, дыхание, освобождение артерий. Вы что-то можете сказать? Мало того, что я знаю этого Бутейко. Я с ним вместе работал, у Мишалкина. Мы вместе работали. Он был старшим научным сотрудником. Вы считаете это серьезно? Нет, это... Дыхание это серьезно. Но это далеко не, так сказать, альтернатива лечения сердечно-сосудистых заболеваний. То есть нельзя полностью надеяться на то, что дыхание вернет в жизни? Нет, нет. Дыхание имеет важнейшее значение. Самое важное для человека – это выдох. Он должен быть с сопротивлением. Чуточку. Когда человек выдыхает, понимаете, замедленный выдох у него должен быть. И эта система отработки дыхания имеет значение для спортсменов, для физиологии, конечно, но это не... Не панацея. Не панацея. Понятно. Еще один звонок. Бог любит Троицу. А потом мы с вами вернемся в Пастернаку. И я хотел вас спросить. Я знаю, что вас очень интересует, волнует, вы много об этом думали. Врачи. Дело врачей и Сталин. Вот это вот как-то пересекающиеся еврейские дела, дело врачей, Пастернак. Мне кажется, это все один и тот же клубок. Но один звонок. Один звонок – это тоже Бостон. Нелли. Здравствуйте, Нелли. Здравствуйте. Я очень хочу коснуться двух очень коротких моментов. Во-первых, я сейчас под впечатлением книги Владимира Жаботинского «Пятеро». Может быть, академик читал ее. Там как раз судьба еврейской семьи, одесской Жаботинской описывает и трагическая судьба всех детей одной семьи. И самый последний, самый талантливый и самый образованный из них, который приходит к тому, что единственный выход для евреев России – это ассимиляция. Так что ни один Пастернак, наверное, приходит. Я думаю, что… Думал об этом. Понятно. И второй момент, что вы хотели… А второй короткий вопрос. Знает ли академик о том, что сейчас вот искусство японское оригами, но это искусство основанное на сложении различных материалов, которые потом раскрываются и приобретают форму, которую человек задает им. В частности, огромные антенны в космосе, и в частности используется это сейчас искусство оригами в медицине. Что он знает об этом? Хорошо, Нелли. Оригами. Оригами – японские материалы, которые раскрываются и приобретают форму, которая им тоже была задана. Ну, в настоящее время очень много пластических материалов, которые имеют форму. Это очень много. Но конкретно с этим вы не сталкиваетесь. Я с этим не сталкивался. И второе, значит, это как раз та тема, о которой мы с вами говорили. Нелли говорит о книге Жаботинского пятера, где человек приходит к выводу, один из самых детей приходит к выводу, что спасение еврея только в отъезде в Израиль, естественно. И что, по-видимому, не только Пастернак думал о том, это наказание Божие или это благодать, которую он имеет, родившись евреем. Что же вы решили? Пастернак постулировал одно положение – ассимиляция евреев. Он горькому написал письмо и опять-таки писал, что моё рождение – это и есть ошибка. Вот если бы я родился при Маковеях, это другое дело. А так разгулялся бы я, понимаете, среди русского березняка, понимаете. Что бы я мог сделать, если бы я не был евреем? Зачем об этом говорить? Есть гены человеческие. Гены – это наследственность. От родителей наследственность передаётся к детям. И это наследственность фамильная и видовая наследственность. От неё отказаться нельзя. Вот это то, что я хотел вас спросить. Скажите, пожалуйста, можно преодолеть эту наследственность? Поломать её? Или, я не знаю, что-то с собой сделать и сказать «нет у меня этого»? Или ты обречён? Нет, ты обречён. У человека есть древние гены. Еврейские гены – это самые древние гены. Смотрите, Роша Шана. У нас сегодня, кстати, я вас поздравляю с праздниками. Желаю, чтобы, да, вот видите, как мы с вами говорили. Но Роша Шана – это праздник, который знаменует рождение человека – Адама. Значит, мы все имеем гены одного и того же человека – Адама. Значит, практически мы все должны быть похожи. Нет, ну если взять совсем далеко, то мы имеем гены у червя, были такие же гены, как и у человека многие. Я говорю о генах фамильных, видовых генах, которые, так сказать, у человека есть схожесть. Понимаете? Фамильная схожесть. Он похож на своего отца, на своего деда. Кстати, Пастернак – это впервые фамилия, откуда? От еврейского рода Абарбанель. Очень верующих людей, да? И все, что в нем заложено, все его преимущества – это преимущество, понимаете, человека, который, ну, так значит, он был евреем, но это не его было самоидентификацией, так? Он был христианином, но христианином он был, он не имел прихода, он не был прихожаном одной церкви, он не соблюдал посты, он не соблюдал, так сказать, веры, он никогда, понимаете, открыто не молился. Но он был христианином, ну, может быть, это возможно. Ну, зачем об этом говорить? Была война, холокост был, был расстрел Михоэлса, еврейского антифашистского комитета был, дело врачей было. Все это прошло мимо Пастернака, мимо него, как будто это его не касалось. Он говорил, я занимаюсь в доктор Живага. У вас есть объяснение? А в доктор Живага он сказал, но вот в этом романе я рассчитаюсь, свожу счеты с еврейством. Его слова. У вас есть объяснение, у нас просто время катастрофическое уходит. У вас есть объяснение, почему Пастернак, одной фразой, почему так он построил свою жизнь? Ну, одной фразой нельзя сказать, но он построил, это была для него, я бы сказал, не столько вера, сколько была философия. Он искал очищение от грехов своего родословного. Он был вообще, ну, по натуре человек. Это большой труд, который вы собираетесь его издавать, собираетесь публиковать его? Во всяком случае, я вначале хотел бы продискутировать, это мое мнение, я хотел бы продискутировать. Понятно. Он когда умирал... У нас осталось две минуты. Ох, к сожалению. Скажите, пожалуйста, буквально полминуты, минута, дело врачей. Это тоже вас как-то интересовало как специалиста, или как врача, или как еврея? Вот буквально в течение минуты. Ну, это меня интересовало и как специалиста, и как человека, принадлежащего к этой нации, и как человек, который знал. Я прекрасно знал Мирона Семеновича вовсе. Я прекрасно знал личного доктора Сталина Владимира Никитича Виноградова, профессора Владимира Харитоновича Василенко, Бориса Борисовича Когана, Якова Львовича Рапопорта. Это все близкие мои люди, которые мне рассказывали о том, что произошло. Но я в этом труде, так сказать, нашел интересный момент. Это фобия самого Сталина. Сам Сталин очень многого боялся. Он страдал социофобией, он страдал дисморфофобией, он боялся своего тела, зеркального изображения. Он боялся докторов, он боялся болезни, он боялся смерти. Понимаете? Юсиф Рапкин, уважаемый Юсиф Рапкин, Юсиф Ефимович Рапкин. Наша передача подходит к концу, и я чувствую, что нам придется опять покупать бензин и ехать вам из Бостона. А почему бы не вам приехать в Бостон и сделать передачу о клубе нашем? Спасибо, спасибо. Мы вернемся к этой теме, посмотрим, может быть, действительно. Но у вас столько много интересных людей, столько много интересного, что я думаю, мне придется просто там поселиться в вашем Бостоне. С удовольствием. К сожалению, я очень извиняюсь перед тем, кто звонил, вот из Сан-Франциска, из Бостона, что мы не взяли звонки, но всего 60 минут. Скажите, жизнь, она короткая? Жизнь, мы опять же говорим, жизнь прекрасна. А я хотел бы закончить. Ты смертен человек, поэтому живи, как будто каждый день последний для тебя, а вместе с тем, как будто впереди полвека глубоко богатой жизни. Законы Божьи чти и духом веселись. Вот духом надо веселиться своим, и тогда будет жизнь. Да, это то, что я учусь от вас. Большое вам спасибо. Спасибо. С праздником вас Нового года. Спасибо. И чтобы вот этот дух, который от вас, я уверен, получили наши телезрители, чтобы этот дух с вами был как можно, можно, можно дольше. Спасибо. Вечно. И, уважаемые телезрители, я, как всегда, признателен вам, что этот час вы провели с передачей «Контакт по понедельник», которую для вас вел Борис Тенцер. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Думку, свою позицию с этого вопроса. Я бы это не привязывал до каких-то параллельных событий, просто это наша мета, наше желание. Незадолго до этого украинская автокефальная церковь, который раз попросилась под крыло Константинополя, направила письмо патриарху Варфоломею о готовности войти в состав Вселенского Патриархата на правах автономии. Возможно, это послание и подстегнуло УПЦМП снова искать встречи, говорят автокефалы. Но переписка с Константинополем, уверяют они, диалогу внутри страны не помеха. Протянутую руку принимают комиссию по переговорам, которая не заседала уже два года. Соберут в ближайшие дни, сформируют пакет условий для объединения. Наша церковь будет согласна и идти на деякие поступки заради загального блага. Например, наш представитель завжди заявлял про то, что в разе объединения церкви он не будет выставлять свою кандидатуру на представителей церкви, заради блага церкви. Это уже и поступка. В Киевском Патриархате наоборот. В первую очередь называют то, от чего не отступятся. Здесь категорически против объединяться на базе УПЦ Московского Патриархата. Главное условие – единая православная церковь в Украине должна быть административно независимой от каких-либо других церквей. Но начать переговоры Киевский Патриархат готов с малого. В случае с Киевским Патриархатом комиссию для переговоров нужно будет создавать с нуля. Своих парламентеров УПЦ КП обещает выдвинуть в ближайшие дни. Когда начнется более предметный разговор, ни в одной патриархии прогнозировать не берутся. Но обещают обязательно приступить к нему, помолясь. Ольга Кашпар, Игорь Антонюк, Владимир Дедов. Подробности – телеканал «Интер». Кто он? Любимчик Сталина или жертва советской системы? Коммунист или националист? Сегодня 115 лет, со дня рождения Александра Довженко. В 2009-е обещают стать годом открытий в биографии писателей классика мирового кинематографа. Ведь именно в этом году истекает срок запрета на обнародование архива кинорежиссера, который находится в Москве. О том, что удалось узнать украинским киноведам из рассекреченных материалов СБУ и какие тайны хранил семейный архив, узнавала Леси Вакулюк. Его биография, как и его киноленты, подкорректированы и подмонтированы цензурой. И еще много кадров из жизни этого человека, который до сих пор никто не видел. Даже киноведы не могут с уверенностью сказать, что знает все о знаменитом режиссере Александре Довженко. Он ознакомился как минимум с 15 разными биографиями классика мирового кино, и ни одну из них не может назвать полной. В последние годы исследователь жизни и творчества Александра Довженко изучает его личное дело по материалам из рассекреченного архива СБУ. Формуляр в четырех томах на Довженко завели, когда режиссеру исполнилось 25, и пополняли до самой его смерти. В этом деле есть все, говорит Черевотенко. Доносы, клевета, расшифровки телефонных разговоров, свидетельства друзей и соседей. Из этих скрупулезных записей исследователь узнал, что Довженко пытались даже физически устранить. Сами чекисты расследовали такую справу, что кто-то подпилял гальмом в его автомобиле. И просто чудом, скажем, оцей автомобиль, ну, пробачьте, не разбився. С чудо-культ, это тоже было, и все правда. При съемках, при съемках Чорса, кто-то замість холостых патронів вклав пистолети в боевый патрон. Здесь же Киновед вычитал о тайном визите Довженко в Украину. Тогда в этой стране классик был персона Нонграда. Александр Петрович примчался на похороны автора литературного лозунга «Прочь от Москвы». Значит, він з Москвы, куди його вивезло Сомцево, довідавшись, що Хвилєвий застрілився, він примчав, підійшов до труны, який лежав Хвилєвий, взяв його голову і поцілував простріленну скронню. Вот, пожалуйста, вот она, вроде как, записна книжечка, а вот його заметки. А це матеріал із Російського госархіва литератури і іскусства, котре по завіщанню жінок кінорежіссюра Юлії Солцевої почали обнародувати в цьому году. Записні книжки, переписка, теоретичні статьи о кіноискусстві, сценарії і зарисовки к будущим картинам. Сьогодні архівісты отобрали полторы тысячи листів. Вони войдуть в нову книгу «Повість огненних лет Довженка» о його судьбі і творчісті. Многочисленні документи, які ще пока взагалі не були опубліковані, це, наприклад, його черновики пісень к Сталину, його выступлени, які на 9-х ще ніколи не публіковалися. Конечно, серед них є выступлени, прямо скажімо, в духі того времени, але це теж, це знак «Времені», це якраз його попутка і компромісси где-то, і вживання, ради самого головного – творчества. Але навіть ці розсекречні документи, кажуть киноведі, не заповнят все пробелы в біографії Александра Довженка. Відмогі факти його життя пока таятся за сем'ю замками на полках архіва бувшого КГБ. Лесова Кулюк, Лариса Задорожная, Владимир Самченко, Виталий Коваленко. Подробності – телеканал «Интер». На этом все. Сюжеты наших корреспондентов смотрите также на сайте, адрес на экране. Хороших выходных і всього доброго! Дякую за перегляд! Сало корисне, перш за все, те, що воно вміщує велику, значну кількість жирів, які насичені унікальними кислотами жирними, з яких складається цей жир. Це кислоти, яких майже немає от в такому вигляді, як в салі, зустрічаються в природі. І арахідонова кислота, і ліноліва, і даже трошки ліноленовая. І всі ці жирні кислоти, вони дуже корисні для нашого організму. Це якраз та продукція, яка вміщує і важливі кислоти, жирні кислоти, і вітаміни, до речі. Тобто можна назвати правильне сало дієтичним продуктом? Практично, так. Прошу дати відповідь на запитання людей. Увага на екран. Скажіть, будь ласка, яка небезпека ховається в сирому салі? Для сала характерна всі небезпеки, які гарактерні для продукції тваринного походження. Це можуть бути і мікробне забруднення. До речі, це не дуже часто зустрічається. Тому що ті самі антиоксидантні властивості, антиокислювани, які є в тих самих ненасичених жирних кислотах, вони дозволяють зберігати сало досить довго, не забруднюючи самим мікроорганізмом. Але при цьому, якщо змінюються умови зберігання, це може трапитися. Але це жирові продукти, це треба враховувати. І тому прогоркання – це те, що є найбільш суттєвою, з точки зору споживача, ознакою псування сала. Наступне запитання. Справа в тому, що сало взагалі піддається, якщо і термічні обробки, то тільки обсмалювальню. Причому вважено, щоб соломою це було, і ми все знаємо, що саме це і буде сало по-українськи саме. Якщо говорити про виробників, то не піддається, практично не піддається. Засолювання. Засолювання, обробка різноманітної спеціями. І все це такий готовий наш унікальний продукт. Дійсно унікальний. Подивіться, будь ласка, рубрику «Рейд на виробництво». Я вам там все покажу. Це правильно. Дуже цікаво. Наталя Володимировна, як завжди я отримав купу задоволення від спілкування з вами. Тим більше, що нарешті ми звернулися до того, що, мабуть, треба було починати цей проєкт до сала. Тому що це наш дійсно бренд український, як тепер модного.